всем привет с вами опять Игорь сегодня хочу показать как способ один из способов так сказать самый вроде бы эффективный на мой взгляд способ как убрать железо с воды из скважины что это проблема для людей часто я слышу это от людей как это сделать такая проблема железная вода все рыжая все ржавые ванна там ведра все это как это сделать вот посмотрите только что набрал воды я бутыль вот этот вот этот это вода это которая только что набрал буквально секунду назад она видите прозрачная вроде бы чистая все но у нее очень неприятный запах запах железа вот эта вода в бутле она уже стоит двое суток если присмотреться там на дне видно вот это железо которое выпало в осадок такие как бы хлопья рыжие то есть железо стало взвешенные частички железа как это произошло и она выпала в осадок это вода это вода уже не воняет железом ну что железо выпало что произошло когда воду мы поднимаем со скважины и она попадает на воздух кислород который в воздухе сразу начинает с ней вступает в реакцию с этим железом которое в воде он вступает в реакцию кислород он вообще как вы знаете совсем вступает реакцию любыми металлами сразу вступает реакции и так как он вот имеем мы до зеркала воды которая площадь которая контактирует с воздухом эта площадь как раз через нее проникает кислород он вступает реакцию с железом железо превращается с двухвалентного в трехвалентное вот то есть меняется химический состав этой соли железа и он это железо оно превращается с растворимого растворенного в воде вот такие вот уже взвешенные частички которые собственно выпадают вниз в осадок это все благодаря кислороду воздуху в котором наблюдается кислород собственно в чем состоит очистка этой воды это называется аэрация воды так ее очищают там в германии я читал вот то есть фильтров по сути никаких не надо надо просто сделать бак определенной вместимости ну по вашим так сказать потребностям дома в воде сколько вы потребляете воды и чтобы у этого бака была достаточно большая площадь контакта воды с воздухом то есть он должен быть широкий как бы некоторые еще ставят туда как бы такой разбрызгиватели чтобы еще как бы увеличить ускорить этот процесс контакта и увеличить площадь контакта воды с воздухом и буквально за сутки буквально за сутки вы получите вот такой осадок и остальная вода будет чистая уже без железа вот эту воду сверху ее можно собирать и пользоваться она уже вам не будет ничего там режеть ржаветь ваши ведра кастрюли и от этого запаха вот как здесь вот в этом в этом бутле тут вот этом который только что набрал воду уже этого запаха не будет у этой воды уже нет запаха все железо выпало ржавчина вся осталась здесь то же самое у вас будет получаться в этом баке аэраторе все железо останется внизу вы ее просто там раз в полгода раз в год будете сливать промывать это железо вымывать его а вся остальная вода у вас сверху будете пользоваться чистой водой то есть суть суть понятно да принцип действия шо как можно больше насытить кислородом воду чтобы железо которое растворенное в этой воде оно еще не вступило в реакцию но уже началась реакция это о чтобы она сконтактировала с кислородом и выпало в осадок как в этом бутле вы видите да все тут уже вода чистая очищенная здесь она не очищенная это железо еще в состоянии соли оно растворенное после этого можете брать воду со своего бака и пользоваться уже чистой обезжелезненной так сказать водой ну вот как принцип понятен если что-то непонятно пишите в комментариях я объясню вот принцип действия вроде бы я понятно объясню что суть так сказать вопроса как обезжелезить эту воду это один из способов есть еще фильтры но они очень большие я бы их не ставил они дорогие большие и я не знаю они стоят там как машина смысл таких фильтров чтобы обезжелезивать эту воду если можно сделать просто бак большой отстойник где она будет обезжелезиваться благодаря воздуху кислороду которым воздухе ну все все что я хотел сказать все подписывайтесь на канал если что непонятно спрашивайте в комментариях все всем пока